Во время празднования Лагбаомера, раввины позволяют себе читать отрывки из Кабалы. И даже те раввины, которые никакого отношения к Кабале не имеют, или декларируют изо всех сил, что никакого отношения к Кабале не имеют, в Лагбаомер разрешают себе, позволяют некоторую слабину в этом направлении. Потому что, как вы понимаете, Раби Шимон Бар-Юхай, чей день рождения и день смерти празднуется в наступающий 33-й день Лагбаомера, это человек, который без связи с мистической традицией нашей непредставим. И одна деталь, о которой мы с вами не упоминали в наших Лагбаомерах, сегодня с Божьей помощью да, будет упомянуто, а я имею в виду серьезную перемену, радикальную перемену, которая произошла в мировоззрении Раби Шимона. Как мы знаем с вами из Талмуда, даже такие величайшие люди, как он, иногда меняли свои подходы, меняли мнения, и это не то, чтобы плохо, или тем более, не то, чтобы является указанием на слабость человека наоборот, это демонстрация как моральной, так и интеллектуальной силы, способность человека не упорствовать в своих заблуждениях, если таковые, не дай бог, имеются, а отказываться от них решительно. Так вот, как мы с вами помним, в течение того, как были созданы эти великие каббалистические книги, у Раби Шимон был один подход к миру, к жизни, а потом, чуть позднее, этот подход радикально поменялся. Потому что, как вы помните, 12 лет, просидев в пещере, прятался он, как вы понимаете, от римлян, которые его разыскивали. Видите ли, он неполиткорректно высказался, это очень нам знакомо. Сейчас такое бывает, когда человек неполиткорректно высказывается, и после этого за ним приходят, его начинают искать. То же самое произошло с Раби Шимоном. Вот он высказался по поводу Римской империи, по поводу того, как они себя ведут в отношении тех народов, которые они порабощают, и вынужден был, как вы помните, броситься в бега. Хотели его забанить. Да, его хотели забанить, совершенно верно. И, наверное, даже им это удалось, потому что в пещере, в которой он там находился, у него был интернет только вертикальный, то есть все связи его были только с Творцом, по горизонтали никаких связей у него не было. 12 лет он провел в пещере, и, как вы помните, он вышел оттуда и совершил несколько поступков, прямо скажем, пугающих. Человека, который читает этот известнейший текст в Тармуде в трактате Шаббат, то есть буквально от его взгляда горели простые обычные люди. Потому что, говорил Раби Шимон, что они бросают жизнь вечную и занимаются жизнью сиюминутной, то есть они занимаются какой-то ерундой, вместо того, чтобы изучать вечно, только и делать, что изучать святые книги, они там пашут, сеют, жнут, в общем, делают вещи, которые не относятся напрямую к духовности. В общем, очень жестко он подошел к этим простым жнецам и пахарям, и кое-кто из этих жнецов и пахарей в результате просто-таки сгорел. В том числе и в связи с этим, вы видите вокруг себя костры, потому что Раби Шимон, он, да, умел зажигать костры на расстоянии. В результате он услышал голос, который сказал ему, что вы, ты и твой сын, вышли для того, чтобы разрушить мой мир. И, услышав этот голос свыше, Раби Шимон решил пересматривать свои подходы к жнецам и пахарям, вернулся в пещеру еще на год, и после этого вышел совершенно другим человеком, который только и делал, что помогал простым евреям, поддерживал их во всем, и всеми своими выдающимися мистическими способностями только лишь способствовал обычным, простым израильтянам. И этот момент, эта перемена имеет очень глубокие корни, как выясняется. Потому что вот в этом листочке, на этом листочке, который я вам принес, маленький отрывок из книги, которая написана благодаря Раби Шимону, книга, которая называется «Тикуней Зоор», «Поправки к Зоору», каббалистическая книга, рассказывающая как раз о том, что происходило в течение этих 12 лет. Потому что основное количество вот этих великих каббалистических открытий, мистических откровений, которые мы имеем благодаря Раби Шимону, они произошли именно в течение этих 12 лет в пещере. Есть очень известная гемора, которая имеет прямое отношение к тому, что мы сейчас будем читать. Задается вопрос по поводу сыновей Якова, Рувена и Ягуды. Кто стал причиной того, что Рувен, старший сын Якова, признал свою большую ошибку? Вы знаете, он перетащил кровать своего отца от одной жены к другой, пытаясь вступиться за свою мать после смерти Рахэля. Так, как вы знаете, было неизвестно, кто это сделал. Неизвестно, кто вытащил кровать папы и потащил в другой шатер. Было как минимум 6 кандидатов на это страшное преступление. То есть 6 сыновей Леи, каждый из них, в принципе, мог вступиться за честь своей мамы и потащить кровать. И какое-то время это событие было неизвестно, непонятно. И Яков не знал, кто это сделал. В итоге Рувен, старший сын, признал свою вину. И почему-то Талмуд спрашивает, а кто стал причиной того, что Рувен признался? Как будто праведный человек не может сам по себе без чьей-либо помощи признать свою вину. Оказывается, что часто бывает, что если человек вдруг меняет свое мнение, вдруг считает нужным признать какие-то свои ошибки, кто-то другой его к этому подтолкнул. Вот такое происходит очень часто. И оказывается, что да, Ягуда, другой сын Якова, который признался, что имел отношение с Тамар, известная история, он подтолкнул Рувена к этому признанию. И оказалось, что один раскаялся, и благодаря раскаянию одного раскаялся и второй тоже. Так вот, оказывается, что пересмотр своих мнений, которые предпринял раби Шимон Марьюхай, тоже имел некий глубокий корень. Какой-то другой человек, тоже великий человек, успел пересмотреть свои взгляды, и благодаря тому, что этот великий человек пересмотрел свои, может быть, через некоторое время раби Шимон тоже, имея этот пример перед глазами, пересмотрел свои взгляды. Здесь рассказывается, на этом листочке, про шахину. Вы знаете, про присутствие Бога. И, да будет нам с вами известно, написано в каббалистических книгах, что шахина, присутствие Творца в этом мире, это не некая пассивная, находящаяся в одном месте, сила, это сила, которая постоянно в движении. Написано в каббалистических книгах, что шахина, женское начало, или как оно называется еще по-другому в святых книгах, Мидас Малхус, качество Малху, царство. Шахина поднимается в верхние миры, на самые высокие духовные уровни, и соединяется там с источником всего, с божественным источником всего. Как это происходит технически, мы с вами неоднократно говорили, что существует обозначение этого уровня, обозначение шахины, обозначение присутствия Бога в этом мире, а именно четвертая буква имени Творца, буква Гэй. И вот так же, как поднимается вверх шахина, так, оказывается, поднимается вверх эта буква. Что буква Гэй поднимается вверх, то есть проходит через букву ВАВ, третью букву имени, потом через букву Гэй, вторую, даже через первую букву Ют, и, наконец, оказывается, на уровне источника буквы Ют. Вы знаете, у буквы Ют есть такой маленький кончик, из которого исходит вся сила четырех буквенного имени. Вот до этого койца Шевьют, до этой высшей точки духовности, до источника духовности, доходит буква Гэй, последний Гэй, поднимаясь вверх, и таким образом создавая это потрясающее единство, когда все буквы имени Творца как бы собираются в одной точке. Только вот вопрос, когда это происходит? Когда и благодаря чему? И оказывается, что произошел спор на эту тему. Слава Богу, эти два человека, которые здесь спорят, они не часто спорили друг с другом. То есть, может, они и часто спорили, но информация об их спорах до нас доходит редко. Потому что, если бы эта информация о спорах между этими выдающимися людьми доходила до нас часто, нам было бы совсем тяжело понимать, что они говорят. Их споры, конечно, исключительно глубоки, непостижимы для современного читателя, но, тем не менее, чуть-чуть прикоснуться, я имею в виду, раби Шимана Барьюхая и пророка Илья. Периодически, в книге Зогар, и Левти Куниев, в другой каббалистической книге, они, значит, обмениваются мнениями, часто в таком роде, что раби Шимана Барьюхая что-то говорит, а пророк Ильягу ему на это говорит Рэбе, есть другое мнение на эту тему, и приходит поправить раби Шимана Барьюхая. В принципе, пророк, пророк Ильяву, который называется еще Малах Абрис, ангел союза, величайшая личность, он был одним из редчайших людей, ну, ангелов, которые могли таки поправить раби Шимана. Так что же здесь говорит раби Шиман? Он говорит про шхину. Смотрите. Как Игихая Бейнай, тогда, когда она как ангел, вы знаете, что Хайей Сакойдыш, так сказать, звери, такой прямой перевод, ангелы, святые Хайейс, упоминаются нами о молитвах, мы в Кедуши, про них говорим, про этих ангелов, то есть тогда, когда поднимаясь вверх, для того, чтобы соединиться с высшими божественными уровнями Шихины, проходит уровень ангелов, а это параллельный с нами мир, называется Оилом Айицира, они говорят, ангелы произносят Мимкоймо йифен вэрахамо влеамой, это текст нашей Кедуши, как вы понимаете, молитвы, которые мы произносим, от своего места пусть повернется он, Всевышний пусть повернется с милосердием к своему народу, так говорят ангелы, почему они так говорят, потому что они надеются, что благодаря этому высшему соединению Шихины с источником мир что-то получит, они прям очень точно об этом осведомлены, действительно, мир снабжается благодаря этому высшему соединению, как и столика сминаю, но тогда, когда она поднимается от них, то есть тогда, когда Шихины проходит в еще более высокий мир от них, Шоэлем, они спрашивают, а емэ конквоиды, где место славы его, лярицой, чтобы его восхвалить, то есть кого слава Творца, это оказывается и есть его Шихина, присутствие в этом мире, потому что именно благодаря тому, что праведные люди чувствуют это присутствие в этом мире, благодаря тому, что оно здесь вообще есть, Творца восхваляют, Бау Зимна, в то время, Десалка Ии, когда она поднимается, Кул Гухейбан, все ангелы, написано Пророк Ихескле, вы видите, жирным шрифтом выделен посук, Терапена Ханфеем, расслабляют, ослабляют свои крылья, то у всех ангелов теряются силы, тогда, когда Шихина поднимается на более высокий уровень, потому что все силы, все возможности у всего в мире только от нее, только от Шихины. Веймос Айсалка Игилейли, тогда, когда она поднимается наверх. Когда это происходит, говорит раби Шимон, внимание, Беомадам Йесраэль Беомида, тогда, когда евреи стоят в Амиде, когда мы молимся с вами нашу молитву шепотом, молитву Амида, Шмоне Эсраэ, говорит раби Шимон, в этот момент происходит высшее соединение, соединение Шихины с Божественным Источником, все как бы в одной точке находится, и это высший момент, высший момент нашей молитвы, и высший момент в смысле божественного соединения. А доудихсив это то, что написано, «бе о мэдам», говорит пророк Хесель, когда они стоят, в данном случае, объясняет Рабишимин, когда стоят евреи, молятся о меду, «тера пена хан бе гем», расслабляются их крылья, то есть ангелы, когда Шехина проходит на более высокий уровень, они в расслабленном, ослабленном состоянии, «десли касады инсов», потому что она поднимается до бесконечности, вы знаете, слово «мэйнсов», «бесконечность», называется «божественный источник всего», чтобы попросить пропитание у причины причин. Кстати говоря, обратите внимание на это выражение, «эйлат айлот», причина причин, так называется творец в каббалистической литературе, в книге Зогар очень часто называется так, причина причин, то есть первопричина, то, от чего все исходит. Так вот, оказывается, Шехина, зачем она там соединяется на таком высоком уровне? Для того, чтобы из этого высочайшего уровня извлечь благословение на пропитание. Потому что, оказывается, наше с вами пропитание, не только наше с вами, вообще всего мира, исходит из самого высокого духовного источника. Хотя, казалось бы, это пропитание, вот оно красивое, здесь пропитание стоит, материальные вещи. Не так все просто, потому что материальные вещи поддерживают человека в его духовных начинаниях, поэтому источник пропитания очень высок. Когда она спускается, она спускается наполненной, то есть когда Шехина возвращается вниз, она спускается полной, микольтавен всех благ, то есть она несет сверху, в присутствии Бога, возвращает в этот мир все лучшее, все прекрасное. В то время, тогда ангелы раскрывают свои крылья легаба в сторону ее. С прекрасными песнями и восхвалениями. Ликабла навстречу ей, Дехедва с радостью. Ну, очень красивую картину рисует Рабишиман Барьюхай, что тогда, когда Шехина, присутствие Бога в этом мире, возвращается к нам от этого высшего соединения и проходит уровень ангелов, они простирают к ней крылья, потому что только она может их насытить, усилить, дать силу этим крыльям, которые были так слабы, пока она уходила. Увэ ана сарна хосос, и куда она спускается? Понятно, вовс вав, она спускается к букве вав, потому что, как мы говорили, она находится на высшей точке, на первой букве, над первой буквой имени Всевышнего, она проходит ют, потом гэй, и, наконец, спускается к букве вав, к третьей букве, после которой она обычно стоит, четвертая буква, да? Деига веемца иса, которая в середине, де алиф, буква алиф. Вы знаете, что буква алиф имеет косую палочку, которая называется буквой вав, и два юта, один сверху, другой снизу, которые обозначают более высокие и менее высокие духовные уровни, то есть буква алиф, как единица, обозначает единство всего в мире. Амуды де инцаисов, средняя линия, вот эта третья буква, это средняя линия, бэй кран Исроэль, значит, бэй кран эй, то есть бэ, с помощью этой буквы, третьей буквы, на ее уровне, евреи произносят молитву Шмай Исроэль, и оказывается, видите, как Исроэль, как слово Исроэль здесь раскладывается в каббалистической книге, это Шир Кель, то есть слово Исроэль, может быть, из него сделано два слова, Шир Кель, песня Бога, то есть еврейский народ, на самом деле, хранит в себе слово Исраэль, хранит в себе два слова, песня божественная, это очень важный момент, то, что мы с вами знаем, насколько важно человеческим голосом петь, насколько важно петь молитвы, именно петь, не просто шептать очень часто, ну, конечно, когда речь идет не про Амиду. У Вагагу Зимны, и в то время Дене Хос, когда она спускается, Максим Бехэйвон, что написано про ангелов, в Вейшмайе, Сколь Кантегием, и услышится голос их крыльев, то есть крылья наполняются силой, и ангелы произносят песню. Это все был Раби Шимон, который говорит, что высшая точка божественного единства, тогда, когда евреи читают Амиду, и тогда, когда шахины находятся в Верхнем мире. Значит, последние два абзаца, это мнение пророка Ильяву, который категорически с этим совсем не согласен. Обратите внимание, как жестко формулируется. Кам Ильяву, встал Ильяву, и он рассказал, Раби, Раби, два раза. Уважаемый Рабин, уважаемый Рабин, видимо, уважаемый Рабин увлекся, он рассказывал это все, вот то, что он излагал, очень красиво, про то, как шахина поднимается, как она опускается, куда она поднимается, куда она опускается. Так увлекся, что пророк Ильяву пришлось его прям перебивать. Раби, Раби, хазоирба, откажись от того, что ты сказал. Пророк Ильяву едва ли не единственный, кто имел право поправить самого Раби Шимана. Да, вода, конечно, как Игусликас, когда она поднимается, кулу хейван, митсавца, панлигаба, все ангелы поют в ее сторону. Да, когда она поднимается, когда шахина поднимается. Бехам аширен бесурбахан. Да, они произносят песни и восхваления. Беги салка аль кулу, и она поднимается над всеми, аденцов, до бесконечности. Это все правильно, то, что ты сказал. Адоудихсив, это то, что написано, рабой с боной сосухаи. Многие девушки делали прекрасные или важные, бятали салкулуана, а ты поднялась над всеми. Ну, вы понимаете, это говорится в нашем знаменитом пиюте песни Ашисхайля, которые все поют по пятницам. То есть, в данном случае речь идет ад, ты поднялась над всеми. Это шахина, которая поднимается над всеми. В этом смысле все верно. Но, что получается дальше? Последний абзац. Это все происходит, вот это все поднятие на самый верх, пока не позовут ее евреи снизу. Когда евреи зовут снизу? Когда евреи возвращают шахину в этот мир? Во время чтения шмага. Чтобы она спустилась к ним. И куда они ее зовут? Это тоже правильно. К ее паре, к букве ВАВ. То есть, третья и четвертая должны соединиться. Исроэль Сабе, так еще старейшина Израиля называется эта буква ВАВ. И это песня божественная. Тоже правильно, что слово Исроэль разделяется на песню божественную. Все хорошо. Ширделей, песня Бога. Да им локранбей, что если они ее не зовут, Лойнак Салайм, не спускается к ним. И казалось бы, пророк Ильява практически повторяет то, что сказал Рабишим. Но здесь есть одна важнейшая деталь. Дело в том, что вот это высшее единство, по мнению пророка Ильява, происходит в другой момент молитвы. То есть, не тогда, когда у нас Амеда, то есть, не на нашей высшей точке молитвы происходит высшее единство. А высшее единство происходит в самом начале молитвы. Как тут объясняет Виленский Гаон? Во время Псукейда Зимра, то есть, тогда, когда мы еще читаем только псалмы, в самом начале молитвы, то есть, мы еще только разбежались, оказывается, уже Шихина находится на самом верху. Потом, когда мы доходим до Шма, мы ее зовем вниз. И наоборот, тогда, когда мы на высшей точке нашей молитвы, молитвы Амеда, в этот момент Шихина возвращается в наш мир и соединяется с нашим миром. Казалось бы, чисто мистический спор, что он нам дает. По мнению Раби Шимана, высшая точка присутствия Шихины в мире, когда мы читаем Амеду, а по мнению пророка Ильяву, когда мы читаем Амеду, Шихина уже возвращается в наш мир, и уже все, весь процесс уже закончился. Оказывается, что это и есть самый, принципиальнейший спор между этими двумя величайшими людьми, это принципиальнейший момент. Что важнее? Что главное? То, что происходит где-то далеко наверху, в высших мирах, или то, что происходит прямо здесь и сейчас, когда мы кушаем? Понятно, что мнение Раби Шимана. Я напоминаю Вал, он все еще сидит в пещере к этому моменту, общается с пророком Ильяву, создает все эти мистические откровения. Так мнение Раби Шимана, что главное то, что происходит наверху, из-за этого мнения, что главное то, что происходит наверху, он вышел из пещеры и сжег несколько несчастных, ни в чем не повиненных колхозников, кизников, кибуцников. Люди были ни в чем не виноваты, и потому что Раби Шиман считал, что самое главное это наверху, где-то далеко, а они, видели, занимаются невысокими, недуховными делами, а в земле копаются, он вышел их начал сжигать. Страшное дело. Так это его подход, что тогда, когда еврей доходит до высшей точки в своей молитве, до молитвы Амида, тогда происходит высшее соединение в высших мирах совершенно далеко отсюда. Не там, где люди сидят, не там, где они едят, не там же они пашут и сеют, не там. Все главное происходит где-то далеко. И пророк Ильягу поправляет Раби Шимана. И все неправильно. На высшей точке нашей молитвы в том месте, в то время, где еврей находится во время Амиды, читает Амиду, весь процесс с присутствием Бога в этом мире уже завершился и Шихина возвращается сюда. То есть здесь происходит, в нашем мире, внизу происходят все главные события. Там, где люди едят, пашут, сеют и жнут. Вот это самое главное место. И самое удивительное, что мы здесь видим, что пророк Ильягу, который это говорит, он тоже отказался от своего мнения. Раньше он тоже по-другому считал. Раньше пророк Ильягу только ругался на этих евреев, на этих простых пахарь и жнецов, только отворачивался от них, ну и сжег некоторое количество тоже из них, между прочим, в свое-то время. То есть, когда пророк Ильягу работал в этом мире, он был как раз на этой позиции, что высшее это главное. А то, что здесь происходит, это как раз неважно. Из-за этого его и уволили фактически. Что было сказано творцом пророка Ильягу, когда пророк Ильягу был уволен с занимаемой должности. Я вшиблен в Оске. Я не хочу твоих пророчеств, ему сказал Всевышний. Кеатом миламет категория альбоны, потому что ты всякие гадости, нехорошие вещи говоришь про моих детей. То есть, про вот этих простых евреев, которые пашут и сеют, ты их обвиняешь во всех грехах. Говоришь, приятные вещи всякие. Поэтому я тебя увольняю. И мы видим, что пророк Ильягу поменял свое мнение. далеко в духовных мирах. А сейчас он говорит, нет. Он говорит, рабише иммун, ты не прав. То есть, высшей точкой молитвы является момент возвращения присутствия Бога в этот мир. Все здесь происходит, главное, а не где-то там наверху. То, что происходит где-то там наверху, это, конечно, тоже важно, но это в самом начале только делается. В самом начале молитвы. А молитва вся для того, чтобы оттуда вернуть присутствие Всевышнего в этот мир. Вся молитва для того, чтобы она вернулась с Шихиной сюда. И вот здесь все самое главное происходит на высшей точке нашей молитвы. То есть, видим, что пророк Ильягу отказался от своего мнения. Как это в Гемории написано? «Ми горам ле румен ше йойбе». Кто стал причиной того, что один еврей признал свою ошибку, другой еврей, который признал свою ошибку. То есть, пророк Ильягу уже успел признать свои ошибки, которые он совершал, когда работал на занимаемой должности находился пророка. И он говорит Раби Шимону, что вот раньше я тоже думал, что главные события происходят где-то далеко от этого мира. Сейчас я считаю, не так. Все вот то, что главное происходит здесь. Пахарь, жнецы, еда, вот это вот, наш мир, это главное место и главные события все здесь. И Раби Шимону с ним, понятно, пока еще не согласен, но придет день, когда Раби Шимону выйдет из пещеры, произойдут казусы с пахарями, жнецами, Раби Шимону вернется на год и через год выйдет другим человеком, который признал, что главные события происходят в нашей действительности, в нашем мире и все остальные миры, как известно из каббалистической литературы, опять же, от нашего мира зависят. Вот это короткая идея, короткое сообщение касающиеся Раби Шимона и того, что даже самые-самые великие люди отказывались от своих подходов. Надо себе представить, насколько это был продуманный, всесторонний, глубочайшим образом продуманный и проработанный подход. Тем не менее, от него Раби Шимон нашел все силы отказаться, поменять на другой, не менее продуманный. Не менее серьезный, не менее глобальный. И это, конечно, замечательный урок для каждого из нас. Не держаться, не цепляться за свои мнения, когда ты уже начинаешь чувствовать, что что-то ты с пеной у рта не то отстаиваешь. Бывает такое, знаете, споришь, споришь, споришь с кем-то, уже понимаешь, что не прав, но как-то же это неудобно признать при людях, при всех, тем более в присутствии оппонента, который с тобой не согласен, надо работать над собой в этом отношении. Признание своей неправоты это совершенно нормальная вещь. Величайшие люди в нашей истории бывало такое, даже собирали целый коллектив, Роба был, один из наших величайших законодателей, собирал целый коллектив, говорил, дворим шамарти, лахэм, тоуз, гэмби-йоди, вещи, которые я вам вчера говорил, это ошибка. Отказываюсь, поправляюсь, извините, пожалуйста. Абсолютно нормально знак личностной силы, знак контроля над эмоциями, великая способность человека. Всех вас с все еще наступающим праздником, сейчас нам надо помолиться Минху с Божьей помощью. Минху с Божьей помощью.